В настоящее время все подразделения по вопросам миграции Министерства внутренних дел работают в усиленном режиме. Все граждане ориентированы на то, чтобы обращаться за предоставлением государственных услуг либо по предварительной записи, либо через единый портал госуслуг. На сегодняшний день резкого спада по обращениям граждан мы не наблюдаем. На сегодняшний день оказано более 15 миллионов государственных услуг. Отрадно то, что граждане действительно восприняли наш призыв правильно и в два раза возросло количество лиц, которые воспользовались порталом для оказания государственных услуг. Если у человека украден паспорт, утрачен, либо по каким-либо причинам он стал испорченным, мы, безусловно, поможем гражданину и поменяем этот паспорт в кратчайшие сроки. Хочется еще раз обратить внимание, что на всех сайтах наших территориальных подразделений вывешены режимы работы, часы увеличены, поэтому любой гражданин при обращении сможет получить государственные услуги. Многие продают квартиры, покупают квартиры, переезжают из одного субъекта в другой субъект, поэтому регистрация по месту жительства, по месту пребывания осуществляется в настоящее время в полном объеме. Конечно, лучше будет воспользоваться предварительной записью для того, чтобы не было скопления людей одномоментно в подразделениях по вопросу миграции в целях предупреждения распространения инфекции. В соответствии с указом, для лиц, у которых в период с 1 февраля по 15 июля наступил юридический факт достижения возраста 20 либо 45 лет, могут не обращаться в подразделения по вопросу миграции для обмена паспорта. Их паспорт будет считаться действительным для обращения в различные инстанции. То же самое можно сказать и для детей, которые в этот период времени достигнут возраста 14 лет. Документом, удостоверяющим личность, будет свидетельство о рождении либо заграничный паспорт, выданный ранее. Это особенно важно для школьников, у которых впереди экзамены, не волноваться о том, что нет паспорта, достаточно будет предъявить свидетельство о рождении. Теперь о той ситуации, почему возникла такая необходимость по продлению сроков пребывания на территории России иностранному граждану. В период с 18 марта фактически многие государства закрыли свои границы даже для возвращения собственных граждан. Снизилось количество, либо прекратились авиаперелеты. И иностранные граждане, которые находились на тот момент на территории Российской Федерации, оказались в безвыходном положении. У многих истекали сроки действия разрешительных документов для нахождения на территории Российской Федерации. И Министерство внутренних дел, предвидя такую ситуацию, с 19 марта в рамках федерального закона о правовом положении иностранных граждан дало возможность продлевать пребывание иностранным гражданам на территории Российской Федерации. За этот период времени к нам обратилось более 320 тысяч иностранных граждан. Из них порядка 158 тысяч продлили миграционный учет на территории Российской Федерации. Более 150 тысяч продлили патенты, либо разрешение на работу. И около 13 тысяч продлили свои визы. Во-вторых, в полном взаимодействии с Министерством иностранных дел мы работаем с посольствами и консульскими загранучреждениями для того, чтобы оказать возможные содействия для возвращения иностранных граждан в страну исхода, а также организации выездов иностранных граждан, которые в настоящее время содержатся в центрах временного размещения иностранных граждан в Министерстве иностранных дел. Для выполнения решения о депортации, реадмиссии, либо выдворении. В соответствии с указом президента России, в настоящее время для тех граждан, которые находятся на территории России и документы истекают, срок действия всех разрешительных документов приостанавливается фактически на 90 суток, то есть с 15 марта по 15 июня. Что это значит? Это значит, что патенты, разрешение на работу, визы, разрешение на временное проживание, вида на жительство, свидетельство участников государственной программы по оказанию содействия переселения из-за рубежа соотечественников, все эти документы, течение срока этих документов приостанавливаются. Ну, фактически они продлеваются автоматически на 90 суток. Для продления разрешительных документов не нужно обращаться в подразделение по вопросам миграции. Это будет происходить автоматически. Также хотелось бы отметить, что в этот период времени в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении, реадмиссии, нежелательности пребывания, а также не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан. Это, опять-таки, визы, разрешение на работу, патенты, разрешение на временное проживание, вида на жительство. В соответствии с указом, работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов. То есть, если иностранный гражданин прибыл на территорию России, неважно с какой целью въезда, он имеет право в этот период времени, с 15 марта по 15 июня, работать без разрешительных документов. Здесь только имеется небольшое различие для иностранных граждан, которые прибыли в визовом порядке либо в безвизовом порядке. Если иностранный гражданин прибыл в визовом порядке, то у работодателя должно быть разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, которую он получил ранее. Только в этом случае он может принять иностранца, который прибыл на территорию России в визовом порядке. Это не касается граждан, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке. То есть, это наши соседи, граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины, Азербайджана. Без получения патента они имеют право работать. Но здесь для работодателя остается обязанность направлять в наше подразделение уведомление о приеме на работу иностранного гражданина либо о расторжении трудового договора. Это очень важно для оценки ситуации на рынке труда, чтобы мы понимали, кто работает из иностранных граждан, а кто потерял работу. Безусловно, все эти меры, которые приняты для удобства иностранных граждан, не означают, что мы не контролируем миграционные ситуации. Мы мониторим миграционную обстановку, мы работаем в тесном контакте с работодателями, мы контролируем места компактного проживания. И хочется сказать отдельное спасибо работодателям, которые смогли разместить своих работников во время, когда предприятие приостанавливало свою работу. Это очень важно, потому что люди ощущали помощь в человеческом. На сегодняшний день имеется возможность перераспределения трудовых ресурсов. Мы должны отметить, что как раз в период марта-апреля, как правило, мы наблюдали двоекратное увеличение оформления патентов. То есть приезжали сезонные рабочие и, соответственно, распределялись либо в сельском хозяйстве, либо какие-то другие работы. То есть действительно приток трудовых мигрантов в этот период времени был значительный. На сегодняшнее время мы понимаем, что этого притока извне не будет. Поэтому, видимо, очень важно распределить имеющиеся трудовые ресурсы, которые находятся на территории Российской Федерации, в зависимости от потребностей. Мы не наблюдаем всплеска преступности. Наоборот, по отдельным преступлениям количество их снижается. Особенно тяжкие преступления, такие как убийства, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью. Что же касается преступлений, совершенных иностранными гражданами, то они также находятся на уровне прошлого года. Обращая внимание, что порядок миграционного учета остается прежним, необходимо прибытие принимающей стороны для постановки иностранного гражданина на миграционный учет. И если говорить в целом о предоставлении государственных услуг, то я еще раз обращаю внимание, что весь комплекс государственных услуг, касающихся граждан Российской Федерации и иностранных граждан, подразделениями по вопросам миграции, Министерство внутренних дел оказывается в полном объеме. И в случае обращения гражданина в наше подразделение, ему будет оказано содействие в максимально короткий срок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok